Ну договор мы с ними подпишем, слушайте, но если у них нет доверия, то и они там боятся, что им там не заплатят их процент, тогда не надо с такими вообще работать. Хорошо, знаете, я всегда беру контраргумент, когда спрашивают, дайте мне гарантию, я ему говорю, окей, а какую гарантию вы хотите? Вот предложите, что она хочет, чтобы я там кровью написал ей на листе бумаги или что? Что она хочет? Вот пусть она скажет, как она видит эту гарантию, и тогда человек становится в ступор, понимаете? И она будет говорить теми же самыми словами, ну договор, договор мы вам даем, ну я не знаю, ну давайте может быть там, чтобы у меня была связь с клиентом, так у вас есть связь с клиентом, вы можете всегда спросить у него, это же ваш клиент, сделали вам или не сделали, заплатили вы или не заплатили. Вот и все, вы ей скажете, бейте ее же тупостью, понимаете? Есть такой момент, да, вот мне они отправляют, я говорю, вот это вот от агентства ко мне пришли, мы просто вот на полном доверии получается, да? Нет, почему, мы подпишем договор, в России любят договора, вот, и мы их подпишем, мы пропишем, что этот клиент пришел от этого агентства, и это агентство, помимо ваших 20% мы вам платим как франчайзеру, мы еще от себя платим 10% этому агентству. Это я понимаю, это я знаю, да, может быть такой момент, допустим, да, ну, вдруг, если я могу обмануть? Как это? Не к тому, что я собираюсь обманывать, да, вот мне сегодня задали такой вопрос, вам ваше начальство будет доверять, допустим, может быть вы не будете иметь от меня, да, не я к вам направлю, а вы скажете, что я направила... Да не, ну это же все проверяется, ну это уже как бы, слушайте, если я такое, если я такое обнаружу, такой обман, мы с вами просто расторгнем отношения и все, сразу же. Вот, у нас был такой один аферист, мошенник Илюша из Москвы, вот он нас обманывал, он собирал деньги под наше имя, куча денег, сейчас им там занимаются серьезные органы, вот, не знаю, отмажутся он, не отмажутся, но он вообще разорится, потому что будет платить и прокуратуре, и везде. Вот он собирал деньги под наше имя и нам их не доносил, так, конечно, мы с ним расторгли отношения, но я не думаю, что вы, ну, вы так поступите, ну как? Ну, один раз обманете, ну, один раз обманете, ну, второй раз обманете, а потом я просто, потом мне агентство, агентство выйдет на меня и скажет, слушай, а нам 10% не дают, вот, а вам они были выплачены, поэтому, конечно, я с вами расторгну отношения. Так, в общем, просто у нас все делается на доверии, я им объясняю, как только человек оформляет визу, вы получаете свои действия. Ну, в бизнесе это самое главное, это доверие, это самое главное вообще... Единственное, ну, в России, вы знаете... Ну, хорошо, подпишем мы с ними договор, подпишем, вот, окей, поспишем мы с ними договор, подпишем мы с ними договор, и я его не сдержу, что они за мной, судиться в Америке будут, ну, о чем можем говорить? Но главное это доверие, договор, окей, это как бы закрепление слов, закрепление слов, но если я сказал, что это будет так, это будет так, я в убыток себе, ну, а я отдам процент, понимаете? Бывали случаи, когда я зарабатывал меньше, чем зарабатывали франчайзеры, у нас были такие случаи, вот, потому что там, ну, просто были форс-мажорные какие-то обстоятельства, когда мы не хотели потерять клиента, или, там, адвокат начал чарджать больше, но, чтобы сохранить лицо, мы зарабатывали меньше, а франчайзеры зарабатывали больше. Вот так. Так, вроде пока все, Юра. Хорошо, договорились тогда, да. Все, тогда до связи, жду от вас клиентов, пока. Я тоже очень жду, все, пока, до свидания.